Согласно постановлению президента от 5 июля текущего года, при Министерстве занятости трудовых отношений был образован фонд поддержки и защиты прав интересов граждан, ведущих трудовую деятельность за рубежом. Его цель – оказание правовой и социальной защиты, а также материальной помощи гражданам, попавших в сложное финансовое положение и оставшихся без документов в период осуществления трудовой деятельности за рубежом. Так, 75 граждан Узбекистана, попавших в похожую ситуацию, были возвращены на родину. Об этом репортаж программы. В ходе 19 заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией, проведенного 5-8 сентября 2018 года в Москве, была достигнута договоренность об оказании помощи в возвращении домой около полутора тысяч граждан Республики Узбекистан, попавших в сложное финансовое положение и не имеющих документов, устанавливающих личность. Мы сегодня их встречаем. Завтра мы будем с ними проводить мероприятия о том, что они могут вести свою деятельность в Узбекистане. Будем обучать предпринимательству. Также мы будем помогать в получении льготных кредитов, также и помогать в реинтеграции, чтобы они смогли здесь полноценно вести свою деятельность. Первая группа соотечественников, это 71 человек, прибыла в Ташкент из Москвы рейсом Узбекистан-Хавой-Оль-Лара. В аэропорту их встретили родственники, представители агентства по вопросам внешней миграции. Мы сейчас встретили их и окажем всю необходимую помощь для последующего трудоустройства и получения стабильного дохода, и для того, чтобы они нашли свое место в обществе у нас в Республике. Процедура по организации возвращения наших граждан была осуществлена за счет денежных средств Фонда поддержки и защиты прав интересов граждан при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. А в агентстве по вопросам внешней миграции им провели полный медосмотр, оказали необходимую помощь, организовали ужин, разместили на ночь. После им выдали средства в размере одной минимальной заработной платы на дорожные расходы, чтобы они могли доехать до своих домов.